Музыка Строительство логистического центра Почты России начнется в сентябре. Проект из губернаторской сотни с главой Донского региона обсудили министр связи и информационных технологий России Николай Никифоров и новый гендиректор Почты России Николай Подгузов. Центр появится недалеко от нового ростовского аэропорта Платов. Оборудование установят во второй половине следующего года, а уже в 2019-м центр примет первые почтовые отправления. Мы тоже готовы, для нас очень важно, и надо сказать, что отношения с министерством складываются очень результативно. Макрорегион Юг – это и точка строительства макрорегионального логистического почтового центра, который, по сути, будет точкой входа, в том числе, международных посылок в страну, на юг России и сюда. В ходе рабочей поездки министр связи России осмотрел региональный центр службы 112 Ростовской области, а также строительную площадку Ростов-Арены. В ноябре здесь пройдет товарищеский матч. К этому моменту должен быть готов как сам объект, так и вся инфраструктура связи. В части готовности стадиона к Чемпионату мира не видим каких-то принципиальных проблем. Скоро связисты приступят уже к монтажным работам по оборудованию. Рассчитываем, что первый тестовый матч 15 ноября пройдет уже и при достаточно хорошем обеспечении зрителей современными услугами связи. Ростовская область – приоритетный регион в части подключения поликлиник и стационаров к интернету, сообщил министр. Уже в следующем году всемирной сетью воспользуются врачи и посетители более 400 учреждений региона. Это те линии связи, которые мы проложим сегодня, они будут служить нам, наверное, не менее 30, может быть даже 50 лет. Мы будем менять оборудование, будут меняться каждые 5-7 лет компьютеры, новые медицинские устройства. А вот та оптика, которую связисты проложат до учреждений здравоохранения, она прослужит десятилетиями. Инициативу профинансируют из федерального бюджета. На медицинские учреждения в регионе лягут только ежемесячные платежи. Рабочую поездку министр связи информационных технологий России Николай Никифоров завершил в Донском государственном техническом университете. Специалисты представили ведущие проекты от уникальных часов на площади перед вузом до профессиональных медиа-студий. Ребята за год проходят от идей, концепции проекта до работы ведущим, переспондентом, оператором, режиссером монтажа. Министру презентовали медиа-лаборатории, блок зеркальных студий и редакции городской эфирной радиостанции, центр программирования и трансляции ТВ-каналов. Рассказали о новом стратегическом проекте – создании единого открытого цифрового образовательного пространства Ростовской области. Похвалились достижениями детской телевизионной школы ТЭФИ. Даже вышли на прямую линию с мобильной студией Южного региона в образовательном центре «Сириус». В промышленных лабораториях студенты и молодые ученые производят реальный продукт, разрабатывают IT-проекты. Такая практика многим помогает зарабатывать деньги за счет будущих идей. Это самая главная миссия для современного российского университета, считает министр. Мне кажется, это главное преимущество вашего университета в том, что это не просто какая-то теория, а это возможность развить реальные компетенции. То есть не просто теоретические знания, а реальные навыки, которые могут пригодиться в жизни. На память о посещении вуза ректор Бессарион Месхи вручил министру почетный знак, а также символ студентов ДГТУ. Это гвоздь студент, который убивает за гранит. Он гнется, но он не сдается и все равно взлетает. Нижний слой асфальта на проспекте Соколова положили пару дней назад. Сегодня здесь работает керноотбойник, берет пробу готового материала. По государственным стандартам для проведения всех лабораторных испытаний, кернов, цилиндров асфальтового покрытия, необходимо по три штуки на три тысячи квадратных метров. Первые выводы о качестве дороги специалисты могут сделать уже на месте. Визуально, да, структура асфальта плотная, отсутствуют поры, сцепление между слоями отличное. Если эти пробы будут признаны качественными, после тщательной проверки в лаборатории, подрядчик положит поверх еще четырехсантиметровый слой асфальта. Испытывать асфальтовые цилиндры будут на прочность, коэффициент уплотнения и водное осыщение. Все эти работы займут неделю. Пробы нового асфальта взяли и на улице Береговой. В настоящее время мы с вами проехали по двум улицам, которые входят у нас в программу безопасной и качественной дороги. Это проспект Соколова и улица Береговая. На них ведутся работы по усилению нижних слоев дорожной одежды, ослабленных мест, а также по устройству выравнивающего слоя с альтобетонного покрытия. По федеральной программе безопасные и качественные дороги. В Ростове в 2017 году отремонтируют 83 объекта уличной дорожной сети Ростова. Качество укладываемого материала проверяют на всех стадиях производства асфальтобетонной смеси. Работы же на проспекте Соколова и улице Береговой специалисты планируют завершить в начале августа. Сегодня в гостях у нас Олег Токтаров, президент Международного фестиваля мотивационного кино Bridge of Arts. На утреннем шоу в студии радиостанции Ростов-ФМ Олег Токтаров рассказал о Международном фестивале мотивационного кино «Мост искусств», который в третий раз пройдет в Донской столице. 240 гостей, 95 кинолент, 16 площадок, 300 волонтеров и 32 страны примут участие в кинофестивале текущего года. В этом году мы решили немножко формат поменять, сделать это то, как делается в мире на Западе, то, как делается в Канна, в Голливуде. К мотивационным кинолентам в 2017-м добавился новый конкурсный блок «Россия вдохновляет». Это картины о природе, культуре, традициях городов и стран. Около 50 регионов представят зрителю свои работы. Подобного ни на одном фестивале в России не было, отмечает Олег Токтаров. Когда регион, люди приезжают, которые любят свой регион, и они еще привозят фильм, над которым они мучились, стараясь. Понятно, что они хотят это сделать с максимальной отдачей, и реально на них очень приятно смотреть. Просто как они это делают. Праздник мотивационного кино станет более доступнее. Деловые, ситуационные и киноплощадки открыты для всех зрителей. Основные кинопоказы пройдут в киноцентре «Большой». На фестивале в этом году очень много премьер будет. То есть мировых премьер, российских премьер. То есть просто половина, наверное, всего, что представляется, оно будет первый раз показываться. Помимо киноиндустрии, фестиваль затрагивает тему мотивации через спортивные достижения. Традиционный футбольный матч между командой звезд и чиновников пройдет в Азове. В этом году президент кинофестиваля принципиально настроен на первое место. Для меня лично это номер один задача – выиграть в этом году, потому что мы два года играем 2-2. В этом году я, конечно, команду усилю, потому что для меня это номер один. Гори синим пламенем фестиваль, но матч мы должны выиграть. Надо порвать. Тем более, что в Азове никогда не бывало столько людей на трибунах, сколько во время нашего матча. Обратный отсчет времени запущен. До старта осталось чуть более месяца. Напомним, в этом году фестиваль пройдет с 23 по 27 августа. Торжественное открытие состоится 25 августа на Театральной площади, движения по которой полностью ограничивать не будут. Красная дорожка станет короче, за счет этого останется две свободные полосы для автотранспорта. Субтитры создавал DimaTorzok